Как на вас реагируют русские? Все-таки были положительные моменты тоже. Вы успели пожить в Замбии и в Америке? Я сижу в Москве. Это город безопаснее, чем в каких-либо других городах мира. Что нужно сделать, чтобы продавать русские? Не было ли у вас желания вернуться обратно? Сейчас мир — это такой большой деревня. Это проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахова. Каждый из нас хоть раз в жизни задавался вопросом, а каково это — жить за границей? Мои гости знают ответ, ведь они иностранцы, которые родились и выросли в разных странах, но выбрали жить здесь, в России. Почему? Ответят они сами. Акаждиб Синг. 47 лет. Индиец, бизнесмен и филантроп. Приехал в Россию в лихие 90-е и построил здесь не только успешный бизнес, но и жизнь. Учит иностранцев правильно продавать товары русским. Носит традиционную индийскую одежду и умиляется, когда ему говорят «намасте». Верит в карму и в доброту души. Акаждиб, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что вы приехали ко мне в студию. Спасибо вам, что пригласили меня. Вы в таком красивом народном одеянии. Расскажите, пожалуйста, что на вас. Это наш индийский стиль пиджак. Она исполнена с такого, знаете, тканей, которая свойственна штата Панджаб. Из него делают очень часто или женщины наряда, из него делают очень часто шарфы, дупатта. Вот, знаете, такое длинное индийское. А ваш головной убор – это повседневный головной убор? Да, вот это главный убор, который люди в нашей религии, в нашей вере, они одевают. И мы очень гордимся этого, потому что когда-то в Индии традиционно только люди, старшины, которые в деревне или самые старшие сыновья в семье одевали. А потом исторически так складывалось, что один из наших святой, он создал такую некую армию людей, которые противостоят даже не были агрессорах. И вот мы традиционно одеваем это. И в основном наши люди, они, чтобы вы знали, где-то 1,8% населения и 10% армии в Индии. Вы каждый день ходите в этом головном уборе? Да. Как на вас реагируют русские? По-разному. В основном, я думаю, положительно, потому что они уважают людей, которые соблюдают свои традиции. Те, которые... Так как очень много россиян, они образованные, они много читают, многие даже узнают и преклоняются, говорят намасте или там что-то такого. Окажите, вы приехали в Россию в 95-м году. По-моему, вам тогда был 21 год. Почему вы вообще решили сюда приехать? Просто я, когда заканчивал институт, на тот момент у нас в Индии была такая, знаете, волна, когда все хотели заниматься импорт-экспортом. Потому что в Индии нужна была валюта, и наше государство очень сильно поддерживало компании, которые занимались экспортом. И у меня был, есть родственник, который занимался экспортом в России. И я решил помочь ему. Я пришел как стажер, начал с ним работать. И потом как-то так сложились обстоятельства, что эта компания решила уходить. И я оставался в России и продолжал свою деятельность самостоятельно. Но я знаю, что в одном из интервью вы говорили, что вы приехали совсем не в ту Россию, которую ожидали увидеть. Да. Просто традиционно у нас достаточно большая часть семья, она ездила по всему миру. Некоторые мои кузена, они живут в Америке, в Англии, некоторые даже родились. И мое понимание, мир западный, он был, может быть, приближен к совсем западной Европе или США. И я предположил, что здесь, например, банковские структуры, они такие прям очень крепкие. И на самом деле нет проблем никаких в плане безопасности. Архитектура, она очень современная. То есть, конечно, я... Тогда интернета особо сильно не было. Даже вообще не было в 95-м году. И нельзя было в Гугле или Яндексе посмотреть картинки. Поэтому я приехал, и да, был удивлен. Удивлен, меня встретил водитель в «Жигулях» красный. Виктор, помню его имя. Конечно, было удивительно много чего. Но все-таки были положительные моменты тоже. Поэтому, мне кажется, я очень сильно влюбил в Россию и оставался здесь работать дальше. А люди были другими тогда? Мне кажется, что частично да. Хотя в 90-е годы мы часто видели людей, наоборот, не совсем с положительными чертами. Россия стабилизировалась. Как люди отошли от шока, распада Советский Союз. И 90-е, как мы еще называем, лихие 90-е, они закончились. Стало новое поколение приходить с более стабильными возможностями. Возможно, люди стали и добрее, более таких, знаете, менее агрессивные. Когда я приехал сюда, я когда пропускал пешехода, на меня смотрели как дикаря. То есть они удивлялись, почему я пропускаю. А сейчас это порядок, это правильно, так должно быть. А я знаю, что до приезда в Россию вы успели пожить в Замбии и в Америке. А чем вас не устроили эти страны? А вот Замбия меня не устроила, потому что она была замечательной страной. И наверняка сейчас есть, и там люди тоже замечательные. В течение года он мне показался слишком маленький для моих возможностей, что ли. Потому что эта страна тогда только-только развивать начала. Там кроме металла больше особо ничего не было. И люди еще начали только-только развиваться. И мне показалось, что я за год вдоль поперек видел, для меня не было пространства ли развития. А в Америке я уезжал тогда не совершенно ли цель жизни, или то, что я там жить хотел. Но я потом в Америке был, время когда я жил в России. Америка мне никогда не показалась, что люди, они более духовные в всяком случае. Или моего окружения, которое было в России. А я знаю, что в 90-е вообще очень много людей из Индии переезжали жить в Россию. Но почему именно в России, я понять никак не могу. Была очень сильная программа для студентов в России. Россия, Советский Союз, он многим странам помогал в образовании. Там, знаете, вот инженерии, там, медиков подготовил. И многие студенты сюда приезжали, потому что здесь практически их бесплатно обучали. Им дали много чего здесь. А сейчас в Индии достаточно такой большой экономический подъем. И можно часто услышать о том, что в экономике Индии просто происходит некий прорыв. Не было ли у вас желания вернуться обратно? А вы знаете, я никогда туда совсем не уезжал. У меня, я с гордостью могу сказать, что я двух стран люблю. Они для меня оба очень значительные. Я живу в Дели, у нас дом также остался. У нас еще есть в Пуне, в Мумбаи заводы. И поэтому, как бы, я часто бываю там. Я не могу сказать, что я совсем оттуда уехал. Но правда, что когда я там бываю в какой-то продолжительности недели, две, три, я по Москве очень скучаю. И мне хочется возвращаться. А после начала специальной военной операции, что говорили ваши родственники? Скорее всего, нужно уходить, потому что там, может, не совсем это хорошо. И там будут трудности, будут таких сложных моментов. Потому что люди не все владеют правильной информацией. Но я сижу в Москве, и этот город безопаснее, чем каких-либо других городов в мире. Но они-то это не знают. Поэтому, конечно, те люди, которые тебя любят, они переживают. И я всегда стараюсь людям логически обосновать свои действия. Потому что они знают, что я достаточно давно здесь. И, скорее всего, принимаю правильные решения. Ага, Ждип. Ну вот к слову о том, что вы уже давно здесь. Я думаю, что вы достаточно глубоко изучили не только русскую культуру, но и русскую душу. Тем более, что в некоторых моментах она очень похожа на индийскую душу. Особенно, в частности, различного рода поверий, примет и всего остального. Да, да, да. И я предлагаю вам попробовать отгадать несколько наших приметов. Может быть, вы их и знаете. Ага. Я начну. И предложу несколько вариантов. Давайте. Готовы? Да, давайте. Отлично. Так как вы занимаетесь бизнесом, я для вас подобрала такие более бизнесовые, скажем так, приметы. Хорошо. Итак, что должен сделать русский человек на растущий месяц, чтобы у него водились деньги? Угу. Первый вариант. Протянуть к месяцу кошелек и попросить богатства. Угу. Второй вариант. Закопать монетку у крыльца дома. Или третий вариант. Раздать всю мелочь в кошельке нуждающимся. Скорее всего, вариант третий. Раздать всю мелочь. Это неправильно. Ух. Нужно к месяцу кошелечек подставить, потрясти его, особенно монеткой, и попросить денег. Вот век живи, век учись. Да, дело в том, что в России, на Руси особенно, считалось, что когда растет месяц, то все растет. Поэтому, чтобы росло благосостояние, нужно вот и показать месяцу. Понял. Теперь вы будете знать, что делать в кризис. Что нужно сделать с зарплатой, чтобы она приумножилась. Первый вариант. Не тратить ничего в первый день. Дать зарплате, так сказать, переночевать. Второй вариант. Купить сразу красную ниточку и положить ее в кошелек. Или третий вариант. Распределить зарплату на три части и полностью расписать, на что потратишь. Первый. Правильно. А как думаете, почему? Как думаете, почему? Ну, потому что люди, когда получают деньги, у них есть свойство возбуждения, как-то что-то тратят. И когда ты положишь его, ты уже спокойно размышляешь, будешь и будешь проритета правильно ставить. Да, именно так и есть. Само происхождение этой приметы на самом деле неизвестно, но если дать им отлежаться, как вы правильно заметили, с холодным умом можно уже тратить. Итак, третья примета. Что нужно носить в кошельке, чтобы водились деньги? Первый вариант. Купюру, которую никогда не потратишь. Второй вариант. Маленькое золотое украшение. Или третий вариант. Записку с желаемой суммой денег. Первая, скорее всего. Да. Правильно. Вот. Знали откуда-то или наугад? Потому что это похоже есть у нас тоже в Индии, что когда мы дарим людям кошельки, мы обычно всегда там оставляем деньги. И даже, знаете, на уровне интуиции, ты когда от любимого человека или от кого-то, человек, который ты уважаешь, ты получаешь деньги, ты его не тратишь, ты его оставляешь, чтобы они тебе приносили больше благосостояния. Это очень похоже, мне кажется, у нас с вами. Очень похоже. У нас тоже, когда даришь кошелек, обязательно туда нужно положить деньги. Но, в частности, очень многие русские, я знаю, что хранят в кошельке однодолларовую купюру, потому что считают, что на ней так много всякого рода магических знаков, потому что там число 13 несколько раз упоминается, там, соответственно, вот этот треугольник с глазом, вот этот символ, самый главный американский, ну, как в России. В общем, все эти знаки не только привлекают деньги, но и приносят удачу. Супер. ОКЖДИП, хочу поговорить с вами о вашем карьерном пути. Он у вас достаточно интересный, он большой, в том числе и в Москве. Начнем с того, что вы стали работать в компании, которая ушла с российского рынка, но вы продолжили развивать это направление. Да, да, да. Почему так получилось и вообще какие перспективы вы увидели в тот момент? Вы знаете, да, в 90-е годы было очень много неопределенности. Компании, которые, с кем я начал работать, у них были, это мой близкий родственник, у них были свои интересы еще в Индии. И в 90-е годы в серединке и дальше Виндия тоже очень сильно развивалась страна, и они решили, что им нужна класть больше энергии и деньги, возможно, с Виндией, потому что там развития было не меньше. А я так как человек, сын инженер, который не люблю в серединке, наполовинке вещи оставить, я решил, что я буду до конца завершать свою работу. Если на пути я чувствую, что мне больше делать нечего, то я брошу и уйду. Я всегда, еще и тогда мог уехать в Америку, идти на второе образование и дальше строить жизни. Но мне показалось, что мне надо пробовать себя как предприниматель и свой собственный путь создать. Нет, когда я работал уже в этой компании, эта компания, она была очень крупной компанией, она поставляла еще до распада Союза в России очень много продуктов. То есть это постельного белья, там какие-то... Мы еще были один из крупных компаний, которая поставляла Nescafe Coffee в России. Когда они уехали, я продолжал бизнес, но я его как бы сужал. Я начал только заниматься текстилем, потому что у нас был собственный завод, семейный завод. И мне показалось, что на тот момент, что распылять свою энергию в разных направлениях не стоит. А потом уже дальше мы начали развивать химикат по добитию нефтегаза, детские питания, ну и дальше, дальше, дальше консультации каких-то крупных компаний. А вы можете сравнить, насколько сложно было открывать бизнес тогда и сейчас? Значительно было сложно тогда, даже если, знаете, такой смешной момент, что тогда даже нельзя было, чтобы от двух компаний было одно и то же имя, то есть одно и то же название. То есть я помню, когда регистрировали нашу компанию, юрист, он меня... я хотел компанию называть Вулкан. Притом не потому, что на русском Вулкан это Вулкан, да, а потому что это по старой греческой мифологии это бог сил. Мне когда пришли, сказали, мы регистрировали компанию Вулкан А. Я говорю, а почему Вулкан А? Потому что говорили, что нельзя, два компания, одинаковые названия. А и потом мои все друзья начали издеваться надо мной, типа, это Вулкан Акаш, да, твое имя ты назвал. Ну как-то вот так, то есть это вроде бы мелочи, да, то есть вот таких вот моментов было очень много. А потом на правовом поле очень много было неясно, постоянно все менялось. Сейчас в России достаточно все очень четко, достаточно стабильно и конкретно. И ты можешь даже предугадать, что если ты что-то сделаешь, каких более-менее у тебя могут быть моменты, и где ты можешь как бы терять, где ты можешь не терять. Я даже знаю, что по приглашению ООН вы консультировали бизнесменов из Киргизии на предмет, как нужно продавать товары русским. А можно получить от вас лайфхак, что нужно сделать, чтобы продавать русским? Да, вы знаете, на самом деле я столько много времени здесь отдал, из жизни свою отдал в эту страну, что, может быть, у меня физически я выгляжу как индийцам традиционным, но достаточно большая частичка, она меня уже русифицирована. Однозначно, вот один лайфхак, который везде всегда работает, это качество. Позиционированный продукт, в зависимости от какой клиента вы хотите, какой потребитель вы хотите, и его оптимизация, это как бы самый большой лайфхак. С недавнего времени вы приняли решение экспортировать какие-то продукты из России в Индию? Да. А что это будут за продукты? Вы знаете, продукты будут разные, и мы на самом деле ведем переговоры с разных областей в России. Вот просто не до давнего времени никто не задатился с этим, потому что все смотрели на Индию как экспортер. А какие будут продукты? Это будут, может быть, в высокотехнологических, металлургических каких-то сплавах. Сам по себе какие-то технологии мы тоже ведем в речи. Я очень много вам, к сожалению, не могу сказать, потому что многие из этих проектов, они на полпути. Но я думаю, что мы очень постараемся в каких-то хороших российских моментах отправить в Индию. То есть это не сельскохозяйственные какие-то, то есть это не продукты питания? Это тоже рассматриваемое, но мне кажется, первоначально это что-то должно быть более такое деньгоемкое, потому что логистика сейчас, на сегодняшний день, это достаточно дорогое удовольствие. И ты должен просто правильный продукт подбирать, чтобы ты мог вот эти вот барьеры пройтись. Можно ли сказать, что у России сейчас открылось второе дыхание? И началось такое время возможностей? Или нам пока чего-то не хватает? Россия — страна, которая имеет достаточно большие ресурсы, да, разные. И Россия должна идти туда, где рынок сбыт продукции России. Это свойственно любую страну. И поэтому это или Россия хорошо, потому что у них есть рынок сбыт, у них есть стран, которые могут потреблять то, что Россия может предложить. Мой герой, будучи президентом Индийского делового совета, помогает гражданам Индии наладить бизнес в России, а также ведет здесь благотворительную деятельность. К слову, россияне не отстают. По данным ВЦИОМ, за последние 10 лет мы стали активнее помогать другим. Сейчас в нашей стране работают более 10 тысяч организаций. А если попробовать сравнить, то Россия — это скорее Европа или Азия? Вот все, что связано, например, с ценностями, семейными ценностями, связано все, что надо быть вместе, все, что касается патриотизма, все, что касается таких некоторых, оценивать свою культуру, корни. Это все восточные части. А вот то, что касается, например, пунктуальности, четкости, формировка такая, знаете, более или менее ясная, а потом какое-то такое вот развитие индустриальное, да, вот это, скорее всего, Европа. Вот как говорят, что, понимаете, восток — это больше содержание, а запад — это больше форма. И мне кажется, в России здесь и форма, и содержание. Ну, к слову, вот если сравнивать безопасность, как вы считаете, на каком уровне она находится в России и в Индии? Москва — это один из самых безопасных городов в мире сейчас. Но я видел Москву в 90-х годах. Я видел от одного крайности этого города до другого крайности. Но, к удивлению, я могу вам сказать, еще тогда, слава богу, со мной такие какие-то очень плохие вещи не происходили. Я даже... у меня дорогих телефонов упали, у меня люди их возвращали, мобильных телефонов. А еще я знаю, что вы очень много занимаетесь благотворительностью. Ну, я стараюсь. Благотворительность много никогда не бывает, но я стараюсь, как я смогу. Мы, в принципе, обязаны возвращать общество, где мы дышим. Мне кажется, это одна из важных част, которые нам делят людям, потому что мы, в отличие от животных, способны этот момент развивать. И тем более в наших религиях, наша вера, мы обязаны 10% своего дохода делить с теми людьми, которые ниже нас. И, скорее всего, похоже есть и в Библии, и похоже есть в всех других верах. Правда, я 10% не всегда успеваю или не всегда у меня получается, но я стараюсь хоть где-то как-то кому-то жизнью улучшать, если я смогу. А вы делаете только в России или в Индии тоже? Где смогу. В России это, знаете, началось в 90-е годы, когда к нам обращались в храмах. И на тот момент у храмов была очень тяжелая ситуация. И несмотря на то, что я не православный, но мне кажется, что если есть место, где может человек вспоминать о Высшеме, то надо уважать его. И мы им часто жертвовали деньги, черные ткани или монах, или монахини. Потом когда-то детские дома обращались к нам, это мы сделали. Ну и сейчас в нашем обществе, когда возникают какие-то вопросы, кому-то что-то, с чем-то надо помочь, кто-то умер, надо его тело отправлять, или нужны какие-то концентраторы, когда была пандемия, кислородный концентратор, мы старались это делать. Но там я вообще маленький час имел, там многие люди очень сильно помогли, с посольства Индии, с аэрофлота, с наших друзей, которые связаны с авиаперевозками. Все-все-все очень собрались и помогли всем. Мы могли что-то делать. А каждый день, а если вот сравнивать нашу кухню, буквально на днях, скажу честно, буквально на днях, была в индийском ресторане. Пригласили меня туда деловые партнеры. Я попросила, чтобы сделали блюдо, я ела карри, попросила максимально неострое. Так как я острое не ем, от слова совсем. Мне сказали, ну сделаем на единичку по десятибальной системе. Вы бы знали, как у меня все горело. Мне интересно. Вот вы переехали в Россию. Как вы вообще привыкли к нашей кухне? И что нравится, если что-то нравится? Да, вот чтобы вы знали, я вегетарианец, поэтому для меня выбор достаточно узкий. Но мне очень нравится грузинская кухня, например. Мне очень нравятся некоторые блюда в российском кухне, например, как сырники, как салатики некоторые, винегрет там, например. Но то, что касается количества переправы и перца, у нас, конечно, иногда бывает перебор. Но если вы поедете в реальном очень-очень хорошее заведение, то вы чувствуете больше аромата и вкусов, чем именно вот это вот чили, которое обжигает. Поэтому, да, вот у нас в Индии есть штаты, где люди очень сильно перец едят. Ну, понятно, что там погода такая. Это антисанитария тоже там. Ну, солнце, оно все меняет, да. Но, с другой стороны, есть очень много хороших заведений. Позволите, я вас приглашу туда. Что вы почувствуете именно вот индийская кухня. Она реально очень уникальна. Еще уникальна, потому что у нас 25 стран в одном стране. И у каждой из этих стран своя кухня, своя одежда, свой язык, своя культура. И это такая классная там комбинация, что нигде в мире, скорее всего, в таком площади не найдете. В этом сезоне я угощаю всех своих гостей традиционными русскими блюдами. И стараюсь их удивить. Каждый, вы готовы удивиться? Да, да. Надевайте маску. Не подсматривайте. Давайте левую руку. Держите тарелку. А правой можете с нее брать это блюдо. Мы все предусмотрели. Помним, что вы вегетарианец. Знаете, что это? Пастилка. Или что в таком духе? Очень вкусно. Это пастила. Да? Да. Я неправильно называл, но вы поняли, да? Да, абсолютно точно. Очень вкусно. Да, можете открыть глаза. Пастила известна примерно с 14 века. И стала она известна в Коломне. Ее делали из яблок. И поэтому до сих пор есть бренд Коломенская пастила. Удивительно вкусно. Окожди. Хочу поговорить с вами немного о личном. Я знаю, что у вас с женой двое детей. Причем первого сына вы родили в Америке. А второй родился уже здесь, в России. В Москве. В Москве. Да. А почему вообще так получилось, что первый родился в Америке, а второй все-таки здесь? Первый сын у меня родился, потому что мои родители там жили на тот момент. И по нашим традициям моя мама, мой папа и моя мама, они хотели, чтобы первый ребенок был перед их присмотром. Чтобы они могли ухаживать за женой, чтобы мы могли ребенку какое-то время помочь. Это первый ребенок. Они здесь прилетать не могли. Частично, может быть, и не захотели. Но мы решили это сделать там. А уже время второй ребенок я настоял, чтобы мы были в Москве. И он родился в Москве. И, в общем, я не могу сказать, что это было худшее. Это было так же профессионально все сделано в больнице. А ваша жена русская? Нет, она индианка. Она тоже из города Дели. Как она относится к России вообще? Когда ее здесь нет, она скучает. Когда она здесь, и солнца не хватает. Да. Вот сейчас она как раз находится в Индии. Поэтому мы часто говорим о том, что насколько она не ценила те моменты, которые в Москве, которые теперь там, не хватает. Ну, я надеюсь, что скоро она вернется. А что это за момент? Ну, вот, например, элементарно в дисциплине дорогах. Город очень зеленый. Во дворе там можно опускаться и, знаете, спокойно там ходить. Я живу в доме, где у нас достаточно большая территория. Потом магазины шаговые доступности. Ты пошел и что-то купил. То есть мы уже приспосабились здесь. И нам это как дом почти, да, можно сказать. Ну, не почти, но как дом, скажем так. А вы бы хотели, чтобы ваши дети остались жить здесь? Или в будущем переехали в Индию? Или, может быть, в какую-то другую страну? Вы знаете, вот один очень умный человек сказал, что дети не наши, они через нас. Я могу в них вкладывать максимум тот ценностей, тот образование, тот момент, который, слава богу, я получил от своих родителей. А дальше уже сейчас мир, это такой большой деревни, где им хочется, там они могут жить. Но меня лично, лично меня Москва очень нравится. А вот дети, они еще маленькие, поэтому у них меняются интересы каждый день с определенной периодичностью. Поэтому мне бы хотелось, чтобы они жили там, где я живу. Я перейду, где они будут жить, или они перейдут, где я буду жить, это я не могу сказать. У меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Постарайтесь отвечать максимально коротко. Главный стереотип иностранцев – России. Очень холодно всегда. Что для вас патриотизм? Возвращение деньгами, временно и возможностями там, где ты живешь. Три главных качества русской души. Доброта, способности решать сложнейшиеся задачи и выживать в любых обстоятельствах. Спасибо вам большое. Мам, спасибо. Мне кажется, это было классное интервью. Спасибо, это все благодаря вас. И вам тоже. Спасибо. Это проект «Мы и они», я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. И помните, хорошо там, где мы есть. Игорь Негода. Продолжение следует...